Аргалом еще поизучал тоже еще. Короче, у меня есть, как я уже говорил, друг. И у него жена в этой школе. В общем, по Аргалам с нами поделится. Потому что, на самом деле, Аргалы, но в деталях, в общем, Аргалы, как мне сказал, это объяснилась женщина, которая учится, она очень хорошо разбирается, Светлана. Надо смотреть, конечно, все в комплексе. И Аргалы одна из инструментов предсказаний. Но не так, что Аргала все полностью решает, это, конечно, немножко не так. Вот ее такое мнение. Ну, ничего. Надо смотреть, если, допустим, касается денег, надо смотреть каруку денег, хозяина второго дома, там. И все надо смотреть, это Рута Лагны. То есть, там вот это, она говорит, это все очень научно, надо смотреть все в комплексе. Вот. И вообще, в джетиши нужно делать все, анализировать, сопоставлять и интерпретировать. То есть, здесь нельзя шаблонно все. Конечно, есть какая-то структура. Вот мы сегодня пройдем по Дашам, посмотрим, Шатара Даш. Есть какая-то структура. Но дальше надо уже применять разум, анализировать, вот какая, ну, то есть, что за чем идет. Вот такая у меня. Сегодня посмотрим по Даши. Я хочу показать. Я выслал специальные документики, вот, в чат вчера еще. Вот. Вот есть вот это по уроку. Сейчас я включу демонстрацию. Вот. Значит, по поводу Вимшатари Даши. Есть около 120 разных Даш. Вот. Но Порошара Муни, он использует, вот, описывает, что Вимшатари, она наилучшая для Калиюги. Вот он так пишет. И поэтому он уделяет, если открыть... Открыть... Сейчас, секундочку. Сейчас сделаю демонстрацию. Оп. Если открыть Порошара Хорошастру, во второй главе, там Порошара Муни. Практически вся вторая глава, там, в Вимшатари Даши. Разные периоды, под периоды, под-под периоды. То есть, он уделяет Вимшатари очень большое внимание. Сейчас я даже включу. Так, во второй части. Сейчас я открою ее. И я вчера как раз тоже посидел, немножко алгоритм нашел. Как я смотрел алгоритм, я сегодня вам скажу. Так. Вот. Значит, начиная с главы... Так. Вот. Сейчас открою глава какая. Вот. Начиная с главы 49-й, он говорит о Махадаши Вимшатари. Вот. Если здесь вам видно. Вот. Потом начинается идиот Чарадаша. Я все-таки, может быть, когда будет продвинутый курс или в этом курсе вам... Чарадаша очень много уделяет внимание именно ей почему-то. Вот. Чарадаша. Нарайана Даши. Хотя вот Санджай Радский использует Нарайану Даши, и Аджинный Кумар пробует. Ну, вот. Порошара Муни использует Чарадашу. Кабонги пишет. Это одна из самых важных. Вот. Вот. Метод вычисления Антардаш, Вимшатари и Даша и Чарадаша. Ну, здесь их очень много здесь. И вот. Вот он пишет здесь так. Значит, начинается вот с какой главы. С 54-й главы начинается Антардаши. Начинается вот. 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 55-я, 56-я, 57-я. То есть это все... Это все вот про Вимшатари. Очень много мы уделяют внимания им. Вот. Значит, какую я нашел... Как я использую Вимшатари? Там очень много... Вот то, что я вам прислал документик. Очень много там всяких описаний. Вот. Есть такой алгоритм. Вот здесь, в этом уроке. Сейчас открою. Так. Вот то, что дал. Это я взял из базового урока прошлой школы. Предыдущей школы. Вот. Здесь, значит... Вот. Это описание... Вражда Кумара Прабу. Вот первое. Махадаша, планета, допустим, берем, не знаю, Юпитер, например. Юпитер является или врагом Лагны или Лагнеша. Потом пишет, в каком находится... Состояние он. В падении, в результате... Также в 8-ом, 6-ом, 12-ом домах от Лагны. Потом Кашту, Ишта Кашту смотрится. Сожженный. Дальше смотрится... Находится ли между парковными графами. То есть есть ли Папа Картери. Ну, также надо смотреть, если есть... В 12-ом и во 2-ом от планеты рассматриваемые. Если есть благотворное, то называется Шубка. Шубка Картери. Йога. Находится ли в Ганданте. Вот. И... Ну, вот такое правило я, честно говоря, не использовал. Надо будет посмотреть. Если сильный... Вот сегодня посмотрим. Если сильные пагубные графи находятся и аспектируют кендри и триконы от Дашанатхи. Дашанатхи. Ну, Дашанатха это... Хозяин главного периода. Допустим, в нашем случае Юпитер. Вот так мы так решили. То есть это я еще пока не использовал. Потом... Если хозяин период владеет злым домом, или хорошим, то когда будут как хорошие, так и плохие вещи. Но это очень редко. Это очень редко, когда... касается Сатурна. Он может быть... Он владеет и Водолея, и Козерога. И, допустим, может владеть одновременно первым домом. Если, допустим, Водолей восходит. И Козерогом двенадцатый дом. Но мы здесь решили, в одном из предыдущих уроков, что если планета и владеет двумя домами, то есть двумя знаками, точнее, то мы смотрим, какой знак Молотрикона. Для Сатурна это Водолей. Для Меркурия это Дева. Вот так же Андердаши и Даши здесь смотрится. Ну вот здесь двенадцать пунктов. Я вам документик послал. Как я смотрю... Как я смотрю... По Порошаре Муни... Я вот как смотрю... Там описывается... Открою, допустим, гороскоп. Вот мы откроем. На примере уже... Просто такая традиция пошла. Так... Вот открою свой гороскоп. То есть... У меня такой алгоритм. Вот я сразу смотрю... Как открываю... Карту... Прашну... Сейчас хозяин первого дома... Вот... Лев... В десятом. Все хорошо. Вот... С Венерой. Солнце... Хозяин... Лагны... Льва... Солнце... В десятом. Так... Теперь откроем гороскоп. Так... Если вы открываете Прашню... Там хозяин первого... В восьмом... Ну... Как-то неблагоприятно. Ну... В общем... Поехали. Вот... Мы берем... Даши... Включаем здесь... Они показываются вот здесь. Здесь Накшатра Даши... Раши Даши... То есть... Мы говорили на Райана Даши... Вот здесь на правым кликом... Здесь есть вообще... Разные... Чара Даши... Вот здесь аж три есть... Здесь Порошара... Доктора Рао... И... Не знаю... Кто такой Рангачаря... Я знаю... Рао и Порошара... Немножко по-разному вычисляется... Чуть-чуть... Там... Небольшая разница... И вот здесь есть разные... Мандука... Шира... Брама... Нарайна... Шула Даша... Шула Даша... Вот Нарайна Даша... Вот здесь есть... Вот она... Вот... Вот... Используется в нашей школе... И в Санчайратхо школе... И Дрик Даша... Ну здесь... Они просто разные функции имеют... Вот... Которые пока еще... Не все мы знаем... Вот... Значит... Другие Даши... Вот Азер Даши... Вот это Мулу Даша... Используется... Насколько я помню... Вычисления... Смерти... И... Вычисления... Когда смерти отца... Там... Родителей... И так далее... Вот Мулу Даша... А вот... Накшатра Даша... Вот... Накшатра первого... Махадаша... Которые чаще всего используют все астрологи... Если здесь на правую нажать... Здесь опять же... Вот... Вимшатари... Ашатари... Калачакра... Ягини... Короче... Вот... Шатрим... Сама Даша... Два Дашамша Даша... Вот... Ну... Короче... Здесь много... Я... Здесь можно запуткаться... Вот... Здесь... Радха... Какие-то вот... То есть... Ну... Так скажу... Чтобы в Индии... Как бы... Выделиться... Можно там... Свою какую-то придумать... Дашу... И... Ну... Это будет очень круто... Если ты пользуешь какую-то Дашу... Еще... Если ты попадешь в точку... Где-то предсказание... Оно сбудется... Через полгода... Все... Там уже... Немеренная клиентура... И человек... Все... В журнале... Пишет... Везде... Что он... Как бы... Выяснил... Ну... Допустим... Разведется или не разведется... Какая-то там... Знаменитая семья... Вот... Варианта два... Разведутся или не разведутся... 50 на 50... И они могут вам доказать... По какой-то там... Системе своей... Вот... Ну хорошо... Перейдем к Махадаши... В Имшатаре... Вот... Здесь у нас... У нас показывается... Вот... У меня... Получается... Здесь началась... В принципе... По Лахири... Совпадает... Чуть-чуть разница в месяц... Вот... Юпитер... У меня начался... Юпитер... В... Конце 15-го... В декабре... По Лахири... Почти... 30-го ноября... Ну... В принципе... Там небольшая разница... Две недельки... Три... Вот... Значит, что мы делаем... Вот... Смотрим... Юпитер... Начинается с 15-го года... По 31-й... Как я смотрю алгоритм... Ну... Как вот... По моему опыту... Это можно будет... Как-то записать себе... Или как-то вот... Потому что там много всего... Разные школы... Я смотрю так... Значит... Первое, что я смотрю... Это смотрю... Где находится планета... Вот... В данном случае... В первом доме... Юпитер... Вот он... Юпитер в первом доме... Далее... Я смотрю... Вот... По Порошаре Муне... Я смотрю... Какими домами владеет... Вот... В данном случае... Юпитер владеет первым домом... И... Десятом... То есть... Будет... Человеку будет касаться... Вопроса его личного развития... Первый дом... Развитие разных аспектов... Там... Интеллект... Саморазвитие... Качество характера... Какие-то... Может быть... Планы... Амбиции... Такое... Первый дом... И десятый дом... Десятый дом связан с карьерой... Так же... Продвижением... Вот... Человеку важно... Что он там... Что-то сделал в жизни... Это... Первый... Десятый... Вот... Расскажу так... И... Я смотрю так... Если... Для каждой лагны... Для каждой лагны... Планеты могут быть благотворны... А могут быть... Неблаготворны... Из-за того... Из-за... Из-за... Чисто технически... Являясь хозяином... Шестого... Восьмого... Двенадцатого дома... Для... Для рыб... Для рыб... Хозяина восьмого дома... Самый тяжелый дом... Считается... Это... Восьмой... То есть... Это... Дома... Каких-то тяжелых болезней... Проблем... Критических... Состояний... Или что-то такое... Смерть... Восьмой дом... И... Для рыб... Самая... Тяжелая планета... Чисто функционально... Как я говорил... Это... Венера... Потому что... Хозяйка... Восьмого дома... И... Хозяин третьего дома... Тоже... Неблагоприятный... Вот... Также... Для рыб... Неблагоприятен... Солнце... Потому что... Шестой дом... Вот... Для рыб... Шестой дом... Это... Хозяин шестого дома... Солнца... И... Также... Является... Негативной планетой... Сатурн... Для рыб... Вот... И также... Мы смотрим... Любой... Любой знак... Допустим... Телец... Возьмем... Для тельцов... Как я делал... Смотрите... Для тельцов... Оказывается... Самая негативная планета... Это... Юпитер... Вот... Он... Хозяин... Восьмого дома... Еще здесь... Молотрикона... То есть... Они в разных лагерях находятся... Шукорчария обучает демонов... А Брехоспатия Юпитера... Обучает полубогов... Поэтому... Они враждуют... И... Заметьте... Что... Для тельцов... И весов... Это знаки Венеры... Они хотят наслаждаться жизнью... Они хотят наслаждаться жизнью... Поэтому... Юпитер... Негативный... Поэтому... Если начинающие астрологи... Вот это правило... Номер один... Если они не знают... Они... Вот... Приходят... Круто... Юпитер пришел... Смотрят... В одиннадцатом доме... Наверное... Куча денег... Да... Я вот... Заметил... У тельцов... В период Юпитера... Когда он хорошо расположен... Да... Денег много... Но они очень... Они очень много переживают... По разным... Там... Поводам... Без повода... То есть... Очень тяжелый период... Чисто психологический... Вот... Удовлетворенность... Большая... Неудовлетворенность... Хотя... Может быть... Вот... То есть... Смотрим... Какими домами владеет... Махадаша... Понятно... Вот... Это правило... Как бы... Первое... Что я использую... Какими домами владеет... Дальше... Очень важно... Посмотреть... Какие аспекты принимает планета... В данном случае... У меня тоже... Вот... Махадаша... Юпитер... В своем... Первом доме... В своем знаке... Все так отлично... Все хорошо... Хозяин первого... Десятого... Раджа-йогу делает... Ну... Красиво... Все красиво... Вроде бы... Но... Здесь получаются... Аспекты Сатурна... Вот... Семь... Восемь... Девять... Десятый аспект Сатурна... И... Аспект... Раху... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Если планета... Если планета... Испытывает на себе... Аспекты... Малейфиков... Одного... Уже она слабеет... То есть... Не так много энергии есть... Позитивной... Если два Малейфика аспектируют... То... Сложные... Вообще... Ну... Сложные будут развернуться... То есть... Нужны дополнительные... Методы УПА... Нейтрализации... То есть... Что-то нужно предпринимать... То есть... Вроде бы хорошо... Но... Под большой нагрузкой... Сатурна... И... Раху... Тем более... Здесь Сатурн является... Сатурн является... Для рыб... Негативной планеты... Я уже объяснил почему... Потому что он хозяин двенадцатого дома... И хозяин... Одиннадцатого... Дает тоже там... Амбиции... Прибыли... Да... Но вот... Все-таки... Молотрикона... Для Сатурна... Водолей... Поэтому скажут... В двенадцатом... Поэтому я в период... Юпитера... Уехал... Сразу же уехал... Где-то через месяца два... Уехал... В Автру... В Германию... Потом... Сюда... Вот... Периодически... Никак не заканчивается... Вот... И... Влияние Сатурна очень сильное... Вот... Двенадцатый дом... То есть... Фактически... Постоянно переезды... И... Нахожусь далеке... От дома... От родителей... Вот... Бывает... Даже от Джины далеко нахожусь... Вот... Двенадцатый дом включается... Далее... Очень важно... То, что правило Роман... Который говорил... Да... Оно очень важное... Надо смотреть... В каком знаке... Находится вы... В... Навамше... Юпитер... Вот... Юпитер... Находится... В одиннадцатом доме... В Весах... И вот этот знак Весы... Переносим в Д1... Он попадает на восьмой дом... Вот... Это тоже... Дает... Ну... Неблагоприятный... Знак... То есть... Восьмой дом... Это неблагоприятный дом... А... Идеально... Когда попадается на... На пятый дом... Еще лучше на... Девятый... Вот... Первый... Кендры там очень хорошо... Но Дустханы не очень хорошо... То есть... Если хозяин Даши находится... Если перенесем... Основамше знак... В Раши... И там получается... Шестой... Восьмой... Двенадцатый... У человека будут также сложности... Вот... Восьмой дом... Когда вот... Восьмой дом включается... У нас у человека будут трансформации... Ему нужно всегда быть... В осознанной позиции... Напрягаться... Развиваться... И так далее... И так далее... Вот... Это очень важное правило... Это я... В откровении Романа... Дальше... Очень важно смотреть... В соединение... С какими планетами... Уходится... Планета... Вот... Какие йоги... В данном случае... Юпитер связан с... Может даже по градусу... Посмотреть... Насколько сильно... Юпитер у нас находится... В 11 градусов... В рыбах... Вот... 11 градусов... В рыбах... 20 градусов... Солнце... 9 градусов... Но все равно... Это соединение... Присутствует... Вот... Хотя... Другой четверть... Можно разделить знак... Для удобства... На три части... На три... Вот... В общем... На три раздела... От нуля до десяти... От десяти... Двадцати... С двадцати до тридцати... Здесь получается... Все равно... Вы... Во второй части... То есть... Оно все равно... Рядышком... Находится... Вот... Но... И опять же... В данном случае... Юпитер... В соединении с Солнцем... Солнце является... Хозяином шестого дома... То есть... Это... Однозначно... Сложности с... С какими-то авторитетами... Со здоровьем... Потому что Солнце представляет... Авторитет на здоровье... То есть... Нужно развивать смирение... Нужно развивать... Принятие своей судьбы... Принятие каких-то уроков... Потому что шестой дом... Это дом врагов... Болезней... Вот... Неприятности... Служения также... И... Меркурий... Ну... В Меркурии ближе соединение... Меркурий является... Хозяином четвертого... И седьмого... Меркурий... Вот... Меркурий... Предносит эти дома... Вот... То есть... Еще раз повторюсь... Это... Аспекты... На планету... И дальше мы смотрим... Д9... Потом смотрим... Какие йоги увеличены... То есть... Какие... Включены... Здесь... Что... Какие дома... Также включаются... В этом случае... Если мы видим... Что... Вот... Вообще... Не дай Бог... Идет период планеты... И в соединении... С шестым... С восьмым... С двенадцатым... Это вообще... Очень тяжелый случай... То есть... То есть... У человека будет вообще... Там... Вообще... Будет бродяга какой-то... Ну... В общем... Сложности будет... Бывает такое... Что раз... Соединяется... С одной... Двупланетами... Или... В соединении... С планетами... Которые владеют... Шестым... Восьмым... Двенадцатым... Вот... Какие дома... Мы... Мы видели... Какие аспекты принимают... Ну... Аспекты принимают тяжелые... Вот... Сатурн и Иракова... Принимают тяжелые... Потом... Смотрим... А какие дома... Аспектируют... Вот... Какие дома... Аспектируют... Ну... Мы знаем... Что Юпитер... Аспектируют пятый... Седьмой... И... Девятый... То есть... Это хорошие аспекты... Получается... Вот... Я начал... И учиться больше... Преподавать... Именно когда начался Юпитер. Пятый дом. Девятый дом. Я с 15-го года, с 16-го, каждый год уже в Индию езжу. То есть все три места. Практически всегда живу или в храме, или рядом с храмом. И очень много общения с преднами. То есть это вот Юпитер, аспект Юпитера на девятый дом. То есть вот это работают. Аспекты. Какие дома Юпитера. То есть мы можем так себе визуально представить, что каждый дом имеет лампочку такую же. И вот включаем лампочку. Вот включается первый, пятый, девятый, четвертый, седьмой. То есть очень много всего включается. Но мы должны понять, что та или иной дом исключается под периоды. Покажу. Вот допустим период Сатурна. Раз. И мы смотрим. Так, это извиняюсь. Это Махадаша. Сейчас мы перейдем обратно. Ой, не то что-то сделал я. Так, вот, да. Так, 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 так. Вот. То есть мы берем, включаем вот так. И вот здесь попадается Антардаша. Вот период Сатурна. Вот конец семнадцатого. Вот Юпитер, Юпитер когда был. Вот. Юпитер, Юпитер был с пятнадцатого по семнадцатый. Вообще сыр в масле был. Вот. Вообще там все хорошо было. Но потом ровно, когда начался Сатурн, ровно Сатурн включился, то я как сейчас помню конец, да, семнадцатого года. Да, вот. И болезни начались там, и здоровье, и все такое. Но потому что Сатурн хозяин двенадцатого, четвертого. То есть вот, ну, неопределенность, сложно, много поездок. Потому что Сатурн негативный. Потом Меркурий включится. Вот как раз Меркурий включится под период. Включится четвертый дом. И включится седьмой дом. Потом Кету включится. Потом Венера включится. Венера включится в двадцать третьем году. Ну, вот включится как раз восьмой дом сложный и третий. И так далее, и так далее. Вот Солнце, 26-й год, там, Луна, и так далее, и так далее. Мы смотрим, как они расположены от хозяев этот период, как они расположены по отношению к Юпитеру. Ну, здесь все расположены так гармонично. Вот Март в 11-м, Луна в 10-м, Рахт в 9-м. То есть от Юпитера нет планет в 6-м, 8-м, 12-м. То есть вот так под периоды более-менее гармонично. На примере я сейчас покажу, вот период Раху был. Можно вопросик покажу? Да, да, конечно. Вот вы сказали, какие аспекты принимает на себя хозяин периода? Здесь имеется в виду конкретно, что будут включаться дома, которыми владеют эти планеты, или вообще природа этих планет, она будет как-то влияться, да? Или еще дом, в котором находится планета, которая аспектируется? Самое главное, это полуэты аспекты, какими домами владеет. Вот в данном случае я уже объяснял вначале, что любая планета, любая планета в карте, в гороскопе, она имеет функционально вредоносно, или сама кара к вредоносности, это Сатурн. Но если планета владеет еще двенадцатым домом, то она вдвойне вредитель. И в данном случае Сатурн аспектирует Юпитер. Поэтому на протяжении всего Юпитера будет это влияние, но в меньшей степени. Но сильное влияние будет Сатурна, вот негативное, когда будет под период. То есть, если хозяина Махадаши аспектирует планета, мы смотрим, какими домами владеет планета. Если она владеет тустханами, то тогда это проблематично будет. И чтобы понять, допустим, вот в данном случае может быть какие-то вещи позитивные. То есть, никогда не так, чтобы все полностью, в период человека было все хорошо. Может быть, хорошо по работе, плохо с семьей. Может быть, хорошо с семьей, плохо с детьми. Или дом, там сел фундамент, треснул недвижимость. Или здоровье, или отношения с родителями, или отношения в общине. То есть, вот благодаря Махадаши мы можем видеть аспектом негативных планет. Мы можем видеть, или аспектом позитивных планет. Мы можем видеть, какие сферы у человека будут процветать, а какие сферы будут у человека нарушаться, где какие сферы будут у человека страдать. Вот такой ответ. И еще раз повторюсь, какими домами владеет. А еще очень важно ставить в первый дом Махадашу. Допустим, сейчас я покажу примеры, чтобы было понятно. Вот, допустим, у меня был период раху. Вот период раху. Вот мы сейчас включим обратно. Вот, значит, период раху у меня был с 98-го года по конец 15-го. Вот период раху мы смотрим. И мы видим, что раху, от раху, от раху, Венера находится в 6-м, а Сатурн находится в 8-м. Вот на моем примере, я помню, что раху, раху-сатурн, это был самый сложный период, сколько я помню вообще в своей жизни, это был тяжелейший период. Вот такой вот период. То есть раху, Сатурн, видите, он начался в 2003-м году и закончился в 2006-м. Вот, Сатурн начался в 2003-м и закончил в 2006-м. Три года. И вот мы смотрим антрадаши, Венера тяжелый период, вот в 2009-м году по 2012-й год тоже был тяжелый период, потому что Венера в 6-м от раху. А Сатурн был самый сложный, потому что он также был хозяином то есть 12-го дома. Вот, период Сатурна, я работал инженером на шахте как раз вот до 2000-ти годы. Тяжелая работа. Я работал с заключенными, почему-то оказался среди них. Хотя я не заключенный был, но вот я с ними работал. На шахте вообще там солнце не видно, вообще непонятно там, сыро, темно, вообще какой-то кошмар. Вот. И начальники были там, какие-то милиционеры, там вообще абсолютно... Они похуже вели себя, чем и заключенные. Заключенные были более культуры, больше культуры проявляли. Вот. И в этот период был очень сложный период. Вот. И что, ну, жена, ну, даже там сложной было, и мы вот первой женой развелись. Сейчас со второй женой живем уже 12 лет. Да, 12 лет, все хорошо. Ну, вот. Первая женой очень тяжелый период был. А так как образования не было, ни у нее, ни у меня, как быть и что делать, как поддерживать друг друга. То есть мы решили, что нам такое не нравится, а она решила, и вот так закончился. После мы прожили 6 лет. Вот такая вот ситуация. То есть мы смотрим от Махадаши, планеты, где кто расположен. Значит, дальше... А вот, слушайте, мы когда вот так вот ставим хозяина Махадаши в первый дом, мы уже не смотрим, какими получается в данном случае владеет Сатурн домами. В данном случае он владеет у вас кендрой триконом, как йога карака получается. Но мы это уже не смотрим, да, наверное? Нет, нет, это уже... Просто здесь чисто функционально смотрим, куда попал. Ой, нет, третий, четвертый. Третий, четвертый. Да, да, нет, она никак не проявилась. Ну вот мы смотрим просто расположены друг от друга. Это вот в Порошара-Муне вот здесь, вот здесь периоды планет. Сейчас, секундочку. Вот здесь все периоды, он пишет под периоды, он пишет, вот допустим, под период Солнца, там вот такой там. Сейчас я покажу. Вот я очень внимательно изучал вот этот труд Порошара-Фороша-Стру. Вот. И здесь описывается, чтобы второй период, второй период, смотрим от главного. И для этого мы поворачиваем карту от первого дома. И реально это так и сработало, чтобы сложно. Вот. Значит, дальше мы смотрим, очень важно, в каком градусе планета также находится. Вот. Это то, что пишет Варжеда Кумар Прыбу, вот здесь Гонданта, чтобы не было. Вот. Находится ли в Гонданте? Ну, планета или сожженная также. Ну, что с ней происходит? Вот. Если планета, вот мы здесь смотрим, ну, здесь Юпитер в 11 градусах находится, ну, нормально. То есть, если планета находится в первых двух градусах и последних двух, она лишена силы, то есть, особенно, если в Гонданте, то есть, это между знаками, допустим, рыбы Овен, вот, допустим, здесь находился, допустим, в рыбах, он находился бы в 29 градусах. Например, вот этот называется Гонданта или между Скорпионом и Стрельцом вот, или вот Рак, Лев, вот здесь, если на стыке, планета, ну, она негативная, ну, вообще, обладает разрушительными свойствами. Затем, очень так же смотреть важно диспозитора. Диспозитора, в данном случае Юпитер, Юпитер является сам в своем знаке, поэтому он же и диспозитор. Вообще, это сильное положение. Затем, соотношение с другими графами, я сказал уже, смотрим, более-менее гармонично, как он, как расположен, кому как он, с кем он дружит там. Вот, также надо смотреть Шатбалу, вот здесь, силы, вот здесь, вот эти все силы надо смотреть. и Штабхала, вот надо смотреть. Надо смотреть, также, очень важно смотреть, вот, Шатбала, вот это вот здесь, Шатбала, это 6 сил, Шат, это 6, там, по нахождению в доме, ну, и так далее, и так далее, там, разные правила, я уже сейчас не помню наизусть, но вот Юпитер, 128, по Шатбале, неплохо. И, также, обязательно смотреть, надо, надо смотреть обязательно в Аштакаварге, вот, это очень важно, вот здесь, 4, если Аштакаварга ниже 4, ниже 3, 0, 1, даже если планета экзальтирована в карте, вот, может быть, и планета экзальтирована, там, или планета, там, в своем знаке, если в Аштакаварге у нее 1, 0, там, 2, то это, ну, она вообще не проявится никак, есть такие примеры, гороскопы, то есть, ничего не даст. Я сейчас не напомню, и что кажется, это благотворно, я уже путаю постоянно, кажется, психическое, сейчас я сейчас не вспомню. Да, и что вот благотворно, и мы здесь опять же видим, что Юпитер не так много имеет, вот, не такой большой балл. Вот, 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 такие основные принципы. Дело в том, что вот здесь, то, что я вам показал, вот в этих уроках, в этих документиках, сейчас, здесь вот еще, здесь есть периоды, здесь ученики сделали, такой классный файлик, очень мне понравился. вот так, так, сейчас не могу чего открыть его, вот этот, так, это вот, то, что Варжану Кумар открывал, так, сейчас я посмотрю, посмотрю, еще открою здесь, секундочку, теперь вот этот, а, вот этот, да, вот, вот это такой хороший документик, это вот, сейчас не помню, кто автор, ну, спасибо, поклоны, вот здесь так очень, ну, развернуто, ну, что можно здесь смотреть, самое главное, это вот сюда, вот здесь последовательность периода, и, продолжительность периодов, вот, Кету 7 лет, Венера 20 лет, вот, здесь очень много подробностей, ну, я вот, смотрю сюда, вот, что нужно смотреть, вот, то есть, естественные, планета благотворная, неблаготворная, потом, вот то, что я говорил, свойства домов, которыми управляет планета, потом аргалы, вот, потом свойства диспозитора, то есть, я говорил, допустим, если планета, вроде бы, сильная, но диспозитор, если падение, то, то планета тоже слабеет, вот, сейчас здесь на вамше, который я сказал, то есть, смотрим, как отражаются, аспекты, на что аспектируют, йоги, я сказал, вот, вот, соединение, в принципе, то, что я вам говорил, потом, значит, дома, которые управляют, и с которыми соединяются, вот, вот, так, потом, значит, сейчас здесь, вот, это правило, что показывает основную тенденцию периода, это правило, то, что Бржеда Кумар делился, для этого нужно проектировать знак, в котором находится планета в Навамше, на карту Раши, и вот, записаться, смотрим, какой дом в Раши, соответствует знаку Навамши планеты, вот, такая тенденция будет. Дальше, сейчас посмотрим здесь, Аргалы смотрим, конечно же, здесь очень просто посмотреть, вот, здесь Аргала Венера, и нету Виротхи, не препятствует, да, в период, так и, ну, по поводу, все, что касается Венеры, я начал очень много сладкого есть, просто, неограниченное количество, вот, Аргала Венера, без препятствий, Сатурн, но здесь Луна, делает Виротху, Шубха Виротха Аргалу, то есть отменяет, и Кету с Марсом тоже, от друга меняет, Кету дает, то есть Марс дает Аргалу, папа Аргалу, Акету ее исключает Виротху, то есть, получается, фактически, если только Венера влияет, вот, дальше смотрим, Аргалу, аспект я сказал, положение в доме, очень важно смотреть, и, да, вот, в принципе, то, что я сказал, вот они так и влияют, сейчас посмотрю, да, вот, показатели хороших результатов, такая хорошая табличка, можно ей пользоваться, благотворно для Ларны, сильно по Ишта-Шатбала, вот это то, что мы говорили, Ишта-Каштка, неблаготворность, да, Ишта-Благотворность, дальше смотрим, в каком знаке, ну, сама вся планета, в знаке падения, в своем знаке, с Вакшетра, или дружесном, в Кендре-Триконе, или 11-й, я сказал, в таком доме, конечно, в Триконе сильнейшая, потом Кендра, потом 11-й, потом 3-й, и потом уже идут эти, Дустханы, вот, находится ли Шубка-Картери, то есть, благоприятные планеты, вокруг нее, вот это правило, надо можно посмотреть, Кендре-Триконе, от нее, аспектированные, сильными благодетелями, пока что я не изучал это, значит, имеет отношение ко второму дому, отлага, народ халага, и так далее, и так далее, обладает хорошим домом, наряду с, то есть, или обладает хорошим качеством, наряду с плохим, вот, такая дела, и, сейчас я посмотрю здесь, а здесь уже неблагоприятные, вот, плохие результаты, есть и враг, есть и падение, в знаке врага, ну, это по Порошаре-Муне уже, есть и расположен в 6-м, 8-м, 12-м, отлагне, Каштка, но я вам часто скажу, обязательно, вот этот пункт, в 6-й, 8-й, 12-й, отлагне, это важно, но еще важнее, также очень важно смотреть, от, от Арутха-Лагны, и от Луны, очень важно смотреть, объясню почему, допустим, вот, допустим, у меня период, период Раху, да, период Раху в 9-м доме, в принципе, неплохо, от Лагны, в 9-м доме, но, Арутха-Лагны у меня в 10-м доме, здесь Луна же у меня, вот, от Луны, вот, Раху находится в 12-м доме, и от Арутха-Лагны в 12-м доме, то есть, эмоционально, вот, в голове, там вообще, как это каша-компот, то есть, очень тяжело, в этом, и когда у человека, Раху находится в 12-м, от Луны, человек, как, Арутха-Лагна показывает, что это, имидж, имидж, то есть, вот, он, в весь период Раху, я вообще не мог себя строить, чистого, бредного, даже намеки, не было на этого, то есть, всегда, такой, как есть, со своими недостатками, со своими сильными сторонами, то есть, никаких там, прославлений, лести, каких-то выслуживаний, передо мной, никто не плясал, то есть, этот Раху влияет в 12-м от Арутха-Лагны и от Луны, и любую планету возьмем, допустим, Сатурн, или там, Венеру, давайте возьмем, Венеру, надо смотреть от Арутха-Лагны и от Луны тоже, вот, 1, 2, 3, 4, 5, объясню, почему, потому что, если Лагнеш сильный, сильный Лагнеш, то тогда проявится, как бы, все то, что мы говорили, проявится, от Латны может смотреть, но если Луна тоже сильно, или Луна сильнее, чем Лагнеш, то больше проявятся результаты по Луне, вот по Луне проявятся результаты, а если, в моем случае, Арутха-Лагны и Луна попадаются в, в одном знаке, то есть, фактически, очень сильная позиция Луны, поэтому нужно смотреть, всегда очень важно смотреть, вот, в моем случае, от Луны и Арутха-Лагны, и вот мы видим, что от Луны и Арутха-Лагны Сатурн был в седьмом доме, вот, Сатурн в седьмом доме, и мы смотрим Дашу, вот, еще раз посмотрим, Сатурн в седьмом доме, и вот, в период, вот, в 2003 году начался Сатурн, я начал работать на шахте, у меня начались сложные отношения, я очень поздно возвращался, я, допустим, в 6 утра выходил, в 7 утра из дома, а приезжал в 8-9 вечера там, то есть, ну, практически не был дома, вообще, иногда даже без выходных, то есть, я просто где-то, постоянно где-то тусовался на шахте, вот, и у меня начались проблемы с женой, с 2003 по 2006, то есть, я только в воскресенье поехал в храм, и вообще жене не уделял внимания, вот, вот, была такая вот реальность, как она есть, не уделял жене внимания, и поэтому начались вообще реальные сложности браки, и мы в 2005 развелись, вот, прямо в этом период, а в 2006, а в 2007, вот, в 2006, то есть, я уехал в Швецию, уехал в Швецию, и вот, как раз, появился хозяин 7-го дома, и 10-го, 7-го, 10-го, то есть, это вот, и от Лагны, то есть, Меркурий владеет, вот, от Лагны, если взять, вот, от Лагны, Меркурий, 7-й дом, 7-й дом, это за границей, 9-й, это паломничество, тоже за границей, а 12-й, это иммиграция, когда человек переезжает в другую страну, это в 12-м, а 7-й, это дом, это за границей, по делам, по бизнесу, или по, может быть, человек женится, там, за границей, и так и получилось, я потом уехал, в этот же период, Меркурий, я уехал в Одессу, после Швеции, переехал в Одессу, и женился там, уже вот, на второй жене, на ведоматуре, мы живем с 7-го года, до сих пор, то есть 7-й дом проявился, то есть и женитьба, и за границей, то есть я переехал в Одессу жить, там прошил, получается, до 16-го года, ровно до, до весь период раху, вот такие дела мы смотрим, то есть, в принципе, можно прокрутить, любой сейчас взять планету, какую вы хотите наугад, и прокрутить, посмотреть, и вот, я еще вам посоветую, можно вот эту табличку, полезную, вот табличку, но очень важно, как бы не запутаться, надо обязательно поставить, как сказать, приоритеты, вот, смотрите, здесь 11-й пункт, является хозяином 6-го, 8-го, 12-го, но на самом деле, это не 11-й пункт, один из самых первых пунктов, потому что, планета, если является хозяйкой, 6-го, 8-го, или 12-го, вот человек будет реально сложности, конкретный, ну, может, там будут другие какие-то сферы жизни получше, но неприятности будут, то есть, это не 11-й пункт, я бы поставил в первый или второй, вот это. А можно как-то будет выписать эти пункты, которые, ну, по приоритетности? Да, я могу, давайте тогда повторим, ну, это как бы, смотрите, я просто, как сказать, не претендую на роль такого, мудреца Парашара Муни, то, что я увидел на практике, это вот, это первый пункт, каким домом, какими домами владеет, мы можем расписать, что самое главное, я могу еще раз повториться, что я проверяю на практике, вот работает, четко работает. А, еще одного здесь пункта нет, очень важного, я забыл сказать вам, еще одного пункта, не видел здесь, очень важный пункт, это смотреть, ну, Варжанда Кумар Прабул в лекции говорит об этом, смотреть, какой на Кшатре находится, вот, допустим, Юпитер у меня, да, Юпитер, вот, находится в Накшатре, берем на Юпитер, в Накшатре Утарабхадра, а Утарабхадра, владеет Сатурн, это очень важно, посмотреть, планета, в какой находится Накшатре, и кто хозяин Накшатры, это также привносит очень много влияния, потому что хозяин Накшатры тоже очень влияет, допустим, вот я могу привести пример очень простой с Сатурном, ничего такого плохого, Сатурн в Близнецах, все хорошо, да, Сатурн в Близнецах, все отлично, но, здесь Сатурн находится у меня в Ардре, вот, 19 градусов, в Близнецах, потому что Меркурий с Сатурном дружит, ничего плохого, но, так как Сатурн находится в Ардре, а Ардра, это раху предпочитает, очень демоническая такая, реально, Ардра переводится как слеза, то есть она переводится как слеза, очень такая, ну, как сказать, тяжелая реальность, вот я заметил, у женщин, у которых, я делал гороскоп в разных странах, если у женщины Ардра или восходит, или Ардра, луна в Ардре, это просто вообще, муж тоже быть святым, эти женщины вообще, такие катают, там истерики концерта показывают, что просто можно, реально, тяжелая ситуация, и также, смотрите, вот Раху у меня находится в Анурадхе, вот был предыдущий период Раху, казалось бы, Раху в падении, да, тяжелая ситуация, вот в Скорпионе, в падении, но, слава Богу, попал именно в Анурадху, и я в период Раху, вот, вот у меня был период Раху, сейчас в 98 году, я получил пранаму, я сейчас очень серьезно относиться к духовной практике, это получается было 21 год назад, познакомился я с передными, вы, сейчас я покажу, познакомился с передными, где-то в 92, 91, что-то такое, я так плохо помню, ну, кажется, 92, да, лето, период Марса, я вообще, ну, ну, пришел, посмотрел на них, там, пообщался, покушали, приходил периодически в гости, но я не практиковал серьезно, там, божества, там, все предлагают, там, книги, а вот именно когда Раху начался, и я не был понять, почему, мы в падении, ну, 9 дом, окей, под аспектом Юпитера, да, тоже, но он попал в Накшатру божественную, вот, если что, понять, я объясняю, хочу, чтобы вы поняли важность Накшатры, в которой находится планета, то есть, Ануратха, вот, Рахини, это божественные Накшатры, они, Раху в этих Накшатрах, он такой, знаете, он, конечно, остается демоном, но такой демон, ну, приличный, более такой, держится в рамках приличия, этикета, можно представить, такой пример, если вы помните, пример, с Вритроссурой, Вритроссура, в Чиматбагава, там, он, конкретно, как бы, демон, играл роль демона, там, обижал полубогов, но в реальности он был очень высокого уровня духовная личность, вот, примерно так могу сказать, может, наоборот, планета благостная, планета, вроде, хорошая, но она попадает в Накшатру, демоническую, и человек сможет такого улыбать, такой, или женщина, такой, кукла Барби, такие красивые, все так хорошо, щеки румяные, но, если, ну, как бы, в внешне все хорошо, в реальности, жди беды, нужно на расстоянии держаться, вот, если, я вам скажу точно, вот, планета Луна, это в Дьештхе, Луна Ардра, и Луна Вашлеши, особенно Вашлеши, такие женщины, вроде такие, посмотришь, просто, ну, полубогиня, ну, просто, вот, как сказать, олицетворение чистоты, и искренности, и вообще нравственности, а на самом деле, это очень внешне все, потому что, Ашлеши, она представляет, ну, ну, короче, змеюка, короче, вот так, по-простому, вот, то есть, обязательно смотрим, какую Накшатру, если хотите, я могу повторить заново, как я смотрю, вот, опять повторюсь, это дом, потом смотрю, какими домами владеет, вот, потом смотрю, Аштака Варгу, я смотрю, вот здесь она смотрит, по планете, это очень важно смотреть, вот, вот здесь Мелькурия, это Сюпитер, у нас четверочку имеет, нормально, если, мы в Аштака Варге видим, что 1, 2, нолик, все, эта планета, она вообще ничего не даст, а в период, какой-то транзит, будет идти по нулю, вообще, человек может оставить тело, потому что, Аштака Варга очень важна в связке с транзитами, вот, вот такие, такие дела, если какие-то вопросы, можно обсудить, можно включить карту, какую вы хотите, и пойти по, по, как сказать, по шару, я вот хотел, я хотел по профессии, вот узнать, открывая свою карту, я выключу на демонстрацию, и мы по алгоритму, которым я пользуюсь, ну, не только я, вот есть еще школа у нас, сейчас я выключу свою демонстрацию, А вот слушайте, Накшатр, да, вот, вы, значит, смотрите качество самой Накшатры, хозяина перила, да, а потом также смотрите, какая планета владеет Накшатрой, и в какой Накшатрой находится, вы все это синтезируете.